Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня я хотел бы обсудить завтрашнюю акцию 16 декабря и использовать сегодняшний эфир для того, чтобы сделать обращение к полицейским и сотрудникам спецслужб Казахстана. Сегодня в эфире было распространено заявление одного работника Министерства внутренних дел, бывшего следователя. Я так понимаю, что он работал и прокурором, но и, судя по всему, он покинул ряды правоохранительных органов. И я думаю, что, скорее всего, это заявление он делал, находясь не в Казахстане. Сейчас, пока я буду вести эфир, админы это обращение сюда забросят в чат. Вы его сами посмотрите, и оно распространено будет везде по всем каналам YouTube, Facebook и все прочее. Поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, распространите его как можно больше. Мы не знаем этого человека, и суть даже не в этом. Важно, что люди, которые работали в правоохранительных органах, тоже прозревают. И многие из них считают, что так жить больше нельзя. А как же иначе, любой человек устроен нормально. То есть, он не хочет воровать, он хочет жить честно. Это естественное состояние человека. Он не хочет просто придумывать уголовные дела, он не хочет участвовать в коррупции, он не хочет быть членом мафиозной группы. И это, еще раз я хочу сказать, это нормально. И когда люди попадают в среду, когда они вынуждены жить неестественной жизнью человека, а именно участвовать в коррупции, придумывать уголовные дела, преследовать тех людей, которые хотят изменить будущее нашей страны, жить честно, жить достойно, я думаю, что любой нормальный человек чувствует себя некомфортно. И, опять же, нормальный человек должен находиться в состоянии депрессии, в состоянии того, что он участвует в мафиозной команде, и его должно мучить то, что он находится в составе этой организованной группы под названием ОПГ Нурсултана Назарбаева. И вот такого рода заявления, они неудивительны, для меня понятны. Я хотел бы сначала, не углубляясь в суть этого заявления, сказать следующее. Не суть важна, насколько этот человек искренний, является ли он сейчас временно, скажем, участник каких-то операций, Комитет национальной безопасности, неважно. Главное из того, что он многое говорит, это действительно соответствует действительности. А именно то, что наши правоохранительные органы стали работать против своего народа, против государства. И основная часть из них это прекрасно понимает. Вспомните, что сделал штаб демократического выбора Казахстана. Мы подготовили различные программы для разных социальных слоев населения, для всей страны, программу политических и экономических реформ. И, конечно же, мы не забыли о своих программах и про наших полицейских, наших военных и представителей специальных служб. Сейчас наши полицейские получают, если говорить в долларом эквиваленте, 200-300 долларов. И до 500 долларов это руководство. И мы все прекрасно знаем, что они получают небольшую заработную плату. В основном в своем не живут на эту зарплату. Они участвуют в коррупционных схемах. Те, кто работает в дорожной полиции, собирают мзду с людей, потом все это собирают, делятся с нами. Начальство эту сумму выбрасывает вверх. И так в итоге огромные финансовые потоки выстраиваются до самого верха, до самого Нурсултана Назарбаева. Следственные органы придумывают разные обвинения против бизнесменов, против обычных людей. Открывают, возбуждают искусственную голову дела. За их закрытие получают взятки. За то, что в тюрьме не пытают, получают взятки. За то, что пронесут телефон, получают взятки. За то, что передают передачи в тюрьмы, получают взятки. И вся эта система так называемых правоохранительных органов сверху донизу, насквозь пропитана коррупционной схемой. И это, конечно, недопустимо. Я уверен, что многие из этих людей это прекрасно понимают. И мы даем выбор. Мы даем выбор полиции стать на стороне народа. Сейчас очень многое зависит от полиции. Я хочу напомнить наши программы, которые мы приложили. Именно тем, кто работает в правоохранительных органах. Мы минимальную зарплату установили на уровне 1000 долларов для тех, кто только пришел работать в правоохранительные органы. 1000 долларов по текущему курсу около 370 тысяч тенге. Такую заработную плату сейчас официально не получает практически никто. Может быть только высший состав, это министры, замминистры. А мы говорим о уровне оплаты труда обычного рядового, который только-только пришел работать в правоохранительные органы. Это же заработная плата для контрактников, которые пришли служить в армии. Это стартовая заработная плата и она до 5000 долларов. В итоге, в зависимости от звания, должности, лейтенанты, у них заработная плата будет начинаться от 2000 долларов. То есть такой заработной платы сейчас нет. Начальники РОВД получают около 200 тысяч тенге. Около 200, чуть больше, чуть меньше, около 200 тысяч тенге. Так вот, мы говорим, что лейтенанты будут получать не менее 2000 долларов, от 2000 долларов. То есть по текущему курсу свыше 700 тысяч тенге. Также мы понимаем прекрасно, что жилищные проблемы являются серьезной для всех граждан страны, в том числе и для работников правоохранительных органов. Мы разработали программу, которая предполагает получение жилья по различным программам. Служебное жилье для работников силовых структур бесплатное. Также по ставке 5 годовых, без взноса предварительного, ни 5, ни 10, ни сколько-то процентов, работники правоохранительных органов и силовых структур могут получить сразу немедленно квартиру и сроком на 20 лет получить займ по ставке 5 годовых и приобрести квартиру в любой точке страны, причем по государственным ценам. Я обращаюсь к полицейским. Вы внимательно прочитаете программы ДВК, обращенные к полиции и силовым службам, в частности Министерству обороны. Те льготы, которые там существуют, в наших программах, они вполне реализуемы. Вы каждый, конечно, себе зададите вопросом, почему сейчас мы получаем 100-200 тысяч тенге, почему вдруг, когда будет работать правительство демократического выбора Казахстана, нам обещают так называемый «золотой дождь». Я сразу хочу сказать, что это не «золотой дождь», а это средненький уровень. Это уровень таких стран, Балтийских, как Литва, Латвия, Эстония. Стартовый уровень у них даже начинается от 1000 евро, у нас порядка 1000 долларов, процент на 10 меньше. Так вот, мы все эти минимальные условия, они минимальные, безусловно, обеспечим. Я хотел бы вам напомнить, что наша политическая верхушка во главе с Нурсултаном Назарбаем каждый год ворует из безбюджета страны десятки миллиардов долларов. Десятки миллиардов долларов. И поэтому платить заработную плату от 1000 до 5000 долларов, обеспечить квартирами, обеспечить другими льготами наши правоохранительные органы, вообще никаких проблем не существует. При этом не нужно ждать программы 20-30, 20-50. Мы, демократические выборы Казахстана, когда придем к власти, сделаем это немедленно. Буквально в течение нескольких месяцев, после того, как правительство ДВК придет к власти, все эти заявленные программы начнут реализовываться. Уровень заработных плат, о которых заявлено, вы будете получать немедленно, после того, как к власти придет демократический выбор Казахстана. И поэтому у меня очевидный вопрос. Зачем вам поддерживать тот режим, который заставляет вас быть преступниками, участвовать в разных схемах, быть членами мафиозной преступной группы Роскруг Нусултана Назарбаева? Зачем вам исполнять приказы незаконные? Почему вы не можете получать достойную заработную плату? Почему вы не можете получать достойное жилье по государственным программам? Почему вы должны выступать против своего народа? Я хочу вам привести простой пример. В Армении армия и полиция перешла на сторону народа. Да, они перешли только тогда, когда на улицы вышли десятки тысяч людей. Но наши граждане тоже выйдут. Обращаюсь к вам с призывом, чтобы вы помогли нашим гражданам преодолеть страх. Они все должны знать, что полиция будет с народом. Вы часть народа. Ваши родители, родственники, друзья, они живут в таких же сложных условиях, как и вы. И сейчас, работая в органах полиции, вы помогаете Нурсултану Назарбаеву удержаться во власти, чтобы продолжать грабить страну. На вас сейчас огромная ответственность. Конечно, каждый из вас скажет, мне приказал сержант, сержант приказал еще кто-то, лейтенант, вышестоящий начальник. Мы находимся в режиме приказов, мы подчиняемся приказам. Все это ерунда. Вы, в первую очередь, являетесь гражданами страны. Вы, в первую очередь, являетесь частью общества. Общество, которое находится под гнетом режима Нурсултана Назарбаева. Под преступным режимом. И он никто. Это жалкий старикашка. Он никто. Что, если полиция и правоохранительные органы прекратят поддерживать этот преступный режим? Он в один день лишится власти, если полиция перейдет на сторону народа. Но Султан Назарбаев использует полицию, чтобы они расстреливали свой народ в Жанозене. Эта же часть полиции или милиции, как в то время называлось, в 1986 году подвергла репрессиям наших молодых граждан. А потом этот же режим вас предал. Вы жили на съемных квартирах. Вы жили в общежитиях. Вам платили ничтожные заработные платы. Вы жили и работали в невероятно сложных условиях. Спрашивается, ради чего? Ради чего вы преследовали своих граждан? Ради чего вы идете против своего народа? Вы идете против своего народа. И на следующий день вы в гостях встречаетесь со своими друзьями, родственниками. Как вы можете выглядеть после этого? Сейчас я считаю исторический момент. Наш Шал уже достиг своего возраста, когда он еще мог внятно что-то делать. Сейчас он совсем с ума сошел. Это маразматический руководитель. Каждое его слово смех и анекдот. Вот. Недавно он, сравнивая жизнь наших граждан, сказал, идите на кладбище и смотрите, им хуже. Им хуже на кладбище. Цените то, что вы живете. Это сказал руководитель страны. Руководитель богатейшей страны мира. Оправдываясь таким образом за свое бездарное правление. Очень скоро султан Назарбаев потеряет власть. Это наступит неизбежно. Неизбежно, потому что у такой системы, когда она грабит народ, не живет нужными народа, когда он полностью оторван от народа, в конце концов приведет к тому, что эта власть будет сметена этим народом. И всем тем, кто участвовал в преступлениях против своего народа, придется за это отвечать. Даже если вы завтра будете выполнять приказы, в надежде на то, что изменений не будет, изменения в любом случае настанут, и они очень скоро настанут. И поэтому вы должны понимать, что возмездие будет, с вас будет спрос, никто не будет завтра ориентироваться на то, что вы выполняли какой-то преступный приказ. Все будут у вас спрашивать, а выполнял ли ты закон, а действовал ли ты по закону, и почему ты выступал против своего народа. 16 декабря это не митинг, это акция. У меня здесь спрашивают, знает ли Европарламент об этой акции. Я хотел бы вам напомнить, и вчера я говорил в своем интервью, что в Европе регулярно проводят разные акции, пикеты, митинги, шествия. Это постоянный процесс. Я сейчас был, вот нахожусь в Париже, и как раз в центре города десятки тысяч колоннами идут, одетые в желтые жилеты. Десятки тысяч людей. Это не значит, что Европарламент должен знать, Европарламент должен реагировать на каждую акцию, митинги и так далее. Хотя, конечно, депутаты Европарламента знают, что в Казахстане мы призвали выйти людей на акцию. Но еще раз хочу сказать, вы, многие из вас считаете, что мы завтра вот делаем какой-то героический акт. Это обычная акция. Она проводится государственный праздник День независимости Казахстана. 9 мая десятки тысяч людей, А в Алма-Ате 120 тысяч человек прошли маршем с акцией Бессмертный полк в память о тех своих родственниках, которые участвовали во Второй мировой войне. Это было более 70 лет назад. А теперь мы хотим отдать дань уважения и памяти нашим соотечественникам, которые сделали свой вклад в борьбу за независимость нашей страны, за независимость граждан страны, за нашу будущую и свободу. В 86-м году и 2011-м году это было совсем недавно. И вы, многие, переживаете, что мы выходим на какую-то героическую акцию. Мы должны понимать и знать, что завтра не митинг. Мы отдаем день, в этот день, дань уважения. Это день памяти. День памяти тем, кто пострадал в 86-м году и 2011-м году. Здесь опять люди продолжают писать, когда митинг. Еще раз хочу сказать, мы проводим специально акцию. Акцию, чтобы наш народ просто вышел, возложил веньки и цветы, проявил уважение ко всем тем, кто пострадал в 86-м году и 2011-м году, чтобы в следующий раз мы могли действительно провести полноценный митинг, но в полной уверенности, что по нашему призыву выйдут тысячи людей. Сейчас, до последнего момента, на эти акции приходило около тысячи человек. Вот, например, было 10 мая. И многие из них подверглись давлению. И подверглись давлению, потому что на улицы выходило не десятки тысяч. Когда будут выходить десятки тысяч и сотни тысяч, никакая полиция не может оказать давление на тех, кто выходил на эти акции протеста. Власть не сможет ничего сделать с такой массой. Французский выход на акции протеста десятков тысяч людей это подтверждает. Я вчера говорил, что президент Франции Макрон принос извинения французскому народу за то, что он вовремя не среагировал на нужные и чаяния народа. Он вышел с новой программы. Так народ влияет на свое правительство, появляясь на этих акциях протеста. Завтра у нас не акции протеста. Завтра просто акция в день государственного праздника. И это никто не может запретить, как не запретили 9 мая, когда десятки тысяч людей выходили по улицам страны. Такого рода акции очень важны, потому что мы тогда чувствуем плечо наших соотечественников. мы понимаем, что нас много и мы становимся более уверенными и более уверены мы можем выходить на следующие акции протеста. 2019 год он ключевой. В 2019 году Назарбаев хочет на свою позицию президента страны назначить Даригу Назарбаеву. Он не передаст власть, пока он живой, но он хочет вторым человеком страны сделать свою дочь старшую Даригу. И мы должны сказать ему решительно нет. Казахстан не монархическая страна. Здесь не ханство, здесь не султанат. Здесь власть не будут передаваться по наследству. Мы граждане страны будем избирать свою власть сами на открытых и честных выборах. Мы создадим парламентскую республику, мы ликвидируем должность президента, мы изберем на честных выборов депутатов страны. Эти депутаты будут назначать и выбирать правительство министров. Завтра мы будем проводить открытые выборы Акимов областей, городов и регионов. Именно народ будет назначать своих представителей во власть и народ будет их отстранять от власти, если они не будут выполнять волю народа. Именно поэтому очень важно завтра, 16 декабря, проявить солидарность, выйти в день государственного праздника, не бояться ничего, потому что бояться нечего, это государственный праздник. Любые действия полиции, которые будут препятствовать вашему выходу, являются нарушением закона. Еще раз хочу напомнить, на бессмертный так называемый полк в мае, 9 мая этого же года вышли сотни тысяч людей по всей нашей стране, а 16 декабря по своему статусу государственный праздник, день независимости, он выше, чем любой другой праздник, любой другой праздник, поэтому никто не может препятствовать вам, чтобы вы в этот день просто пришли на площади места, которые мы обозначили и выразили свою дань, уважение и проявили солидарность тем, кто пострадал в декабре 1986 года и 2011 года. Я сейчас обращаюсь к админам, чтобы еще раз вы бросили объявление, в каких местах пройдут акции по всей стране. Хотел бы сказать, там, где мы не указали тельные города или населенные пункты, вы проживающие в тех или иных селенных пунктах сами должны разобраться, где традиционно проводятся тельные мероприятия ежегодно. Как проводятся наурыз или другие какие-то публичные мероприятия, эти места, они всегда стандартные. Поэтому мы ждем вас завтра в 11 часов по местному времени на обозначенных местах. еще раз я хотел бы нашим сторонникам обратиться и сказать, что присылайте пожалуйста в штаб информацию о том, как проходят акции в тех или иных местах. Присылайте видео, присылайте фотографии, мы все это будем распространять. Присылайте информацию о том, что на вас оказывается давление, что вам мешает и препятствует прийти на обозначенные места. Это очень важно, потому что это, безусловно, эта информация будет отправлена в соответствующие международные инстанции и Казахстану будет очень сложно отбиваться от обвинения, что они не исполняют международные конвенции, которые были подписаны страной. Это нам очень важно, поэтому я прошу наших сторонников собирать информацию, присылать видео в штаб. Штаб будет работать, получать информацию, размещать информацию в различных сетях, социальных, в Ютюбе и так далее, поэтому вы можете получать полноценную информацию, ориентируясь на штаб. Итак, уважаемые сторонники, адреса у вас есть, время известное, в 11 часов по местному времени присылайте информацию о участие акций в тех или иных регионах страны. Присылайте все записи. Я на сегодня завершаю свой эфир. До завтра, до встречи завтра. Слава, Волгсдар, до скорой встречи. Волгсдар, до скорой встречи. Волгсдар, до скорой встречи. Продолжение следует...